Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня 1 мая, а это значит, что торговая лавка обновилась. В ней появились новые товары, мы можем потратить свои торговые жетоны на различные полезные вещицы. Также не стоит забывать о том, что имеется новая полоса. Тысячу поинтов набиваем, получаем интересную награду. Интересной наградой в текущем месяце, в мае, является маунт. Маунт под названием «Сверепая зеленая боевая черепаха». Правильно? Правильно, абсолютно верно. Она ускоряется только в воде, поэтому смысл ее крайне мал. Чисто плюс 1, ради того, чтобы быстрее вы получили ачивочку на сбор 400-500 маунтов. Может она вам, конечно, пригодится, может вы на ней будете рассекать там, но это будет очень медленно. Для плавания она неплоха в целом. Ну, моделька тоже пойдет. Поговорим сегодня о том, как можно быстро ее вылутать, какие можно сделать поручения интересные, с целью того, чтобы потратить на это всего лишь час или полтора. Ознакомимся с моим списком. Все, что я сделал, продемонстрирую и покажу. И объясню само собой. Волокуши. Используйте клыкарские волокуши или покатайтесь на них. Что это такое? Это игрушка, которую мы вылутываем за реноун, за известность, у клыкаров. Просто-напросто ее юзаем, и таким образом мы получаем 50 поинтов или 100 в нашу полоску. Далее, убийство ворлбосса на драконьих островах. Лесконот на текущий момент активен, келяем его, лутаем поинты. Детская неделя. Завершить или будет цепочка заданий. Да, повезло, на текущий момент активна детская неделя. Событие, которое работает до 8 мая. У нас имеется цепочка в главных городах. Например, там в Шатрате, в Долоране, в Штармграде. Выполняем и кайфуем, получаем питомца и к тому же еще поинты. Частные заказы на предметы. Можно с твинка накидать на мейна, с мейна на твинка. Это по кайфу быстренько сделать 5 заказов. В целом это легко. Локальное пвп задание на драконьих островах. Включаем вармод и делаем пвп задание, да, которое у нас имеется на драконьих островах. На текущий момент, на 1 мая. Это пвп локалка, связанная с утками в равнинах Анары. Далее, еженедельные задания по изготовлению предметов. На Ampaprofo дают виклики. И в результате этих викликов нужно принести какие-нибудь там поушины, сапожки латные, какие-то там очочки инженерные. Вот именно эти квесты подходят под этот момент. Без мурл очков не разглядеть. Мурл очки даются за сбор 500 игрушек. Мы используем эти мурл очки и летим по всем 4 локациям. Вальдраген, Искара, Марукай и лагерь драконьей экспедиции. А если мы еще там потанцуем с каким-нибудь игроком, у которого тоже юзнуты эти мурл очки, то мы еще поинтов легких налутаем. Повысьте репутацию среди фракций драконьих островов. Локалочки. Также не стоит забывать о том, что при выполнении виклик-листа на сбор 3000 репутаций мы получаем сверху еще 2000 репутаций. А если это на твинке, при условии, что у нас мейн раскачан, мы еще больше получим. В общем, это делается очень легко. Детская неделя завершили 4 цепочки заданий. Это и Култирос, и Штормград, и Шатрат, и Нордскол. То есть там Долоран, да, получается, городок. Ну, потребует время, конечно, но зато полутаем кучу питомцев. Выполните 15 локальных заданий и выполните 30 заданий. При выполнении локальных заданий они являются тоже обычными заданиями. То есть 15 локалок и у нас уже будет 15 из 30 просто заданий. Квисты на профу учитываются, то есть задания вообще все-все-все-все-все учитываются там. Разные-разные. Как-то так. То есть это даже больше, чем 1000. Из этого списка, я уверен, вы донете для себя что-то хорошее и легкое для себя. Я сделал черепашку где-то за час, за час 10, прямо на стриме. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...